Новосибирские новости 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 Продолжит Анастасия Ваганова. Артем Попекян показывает мэру ледовую арену, на согласование строительства которой ушло несколько лет. Сейчас спортивный центр практически готов к открытию. Здесь уже установлено и работает современное оборудование для хоккейных тренировок. Специальные тренажеры позволяют оттачивать мастерство каждому игроку индивидуально. Эта ледовая арена – лишь малая часть большого спортивного комплекса. В перспективе здесь появится гостиница и еще одна крытая площадка. Здесь будут работать секции фигурного катания и хоккейный клуб для спортсменов любого возраста. Начиная от начинающих ребятишек и до профессионалов. У нас даже профессионалы приезжают из Казани, из Магнитогорска. Ребята, которые катаются в ЛХЛ, молодежки. Приезжают сейчас в планах, приехать, подготовиться к предсезонке. Все занятия будут платными. Цены установят ближе к открытию, которое хотят приурочить ко дню города. Муниципалитет планирует наладить сотрудничество. С руководством комплекса, чтобы в будущем, возможно, сделать часть детских тренировок бесплатными. Потребность в ледовых площадках у города большая. Да и сам Кировский район быстро растет. Сейчас здесь идет строительство нового южно-чемского жилмассива. Всего больше 60 многоквартирных домов. Транспортная доступность здесь находится под вопросом. Раздается критика со стороны жителей. И, конечно, мы ставим вопрос перед застройщиком. Если вы хотите, чтобы заселять, то надо вкладываться в инфраструктуру. Застройщик берет на себя строительство дороги в рамках частного государственного партнерства. Вот эта дорога, она магистральная. В перспективе она соединится с улицы Петухова и с улицы 2-й Балоны. Чтобы был проезд на Роскнил, на Северо-Чемской и на Советское шоссе. Проект строительства сейчас проходит согласование и лицензирование. Первую очередь планируется сдать уже следующим летом. Анастасия Ваганова, Олег Макаров, Новосибирские новости. В этом году на торги будут выставлены Новосибирский речной порт, акционерные общества Советской Сибири, Салют. Один из крупнейших лотов 100% акций Новосибирского афинажного завода. Такие планы приватизации сегодня озвучили представители Росимущества. Сейчас готовят документы для аукциона и определяют начальную стоимость объектов. С молотка продается и контрафактная продукция. Ее объемы увеличились в этом году. Проведено больше 500 аукционов. Часть контрафакта уничтожается. Исключение Росимущества пытаются сделать для диагностического медицинского оборудования, которое было задержано на днях. На территории области есть крупнейшие федеральные медицинские учреждения. Это НИИТО, это Центр нейрохирургии, это Клиника Мишалкина. Я думаю, не откажется от этого оборудования, если будет оно передано безвозмездно в обладении и в пользу. Новый технопарк может появиться на базе Сибирского завода электротермического оборудования. Сегодня руководство предприятия рассказало о планах развития на ближайшие годы. Большие площади завода позволяют разместить новых резидентов и создать рабочие места. Экономические реалии подтверждают целесообразность организации производств на уже действующих площадках. Это быстрее и дешевле. Кроме того, промышленная политика в стране предусматривает финансовую поддержку индустриальных парков. А это около 200 миллионов рублей ежегодных вливаний, что позволит создать новую инфраструктуру. Например, модернизация подъездных путей, создание, усовершенствование промплощадки, модернизация котельной, оптимизация с точки зрения электрообеспечения и всего остального может быть в принципе компенсирована за счет федерального бюджета. Эти меры поддержки, они, конечно, позволяют создать более льготные, более привлекательные условия для новых резидентов. Около 30% счетчиков, которые поверяют метрологи, неисправны. В этом случае жильцам предлагают заменить прибор на новый. Поверка счетчиков горячей и холодной воды – обязательная процедура. Следить за своевременной датой испытаний должны сами жильцы. Во сколько это обходится, собственникам расскажет Наталья Ананева. Подключается прибор к смесителю, проверяется погрешность на водосчетчике. Сколько воды утекло, метролог скажет точно, трижды повторив нехитрую операцию. Для этого сравнивает показания эталонного прибора учета с показаниями счетчика в квартире. Если они не превышают допустимую норму, приборы прошли испытания. Но, возможно, и другая ситуация. Бывает, что счетчики неисправны, то есть, в принципе, примерно 20-30% из количества, которое мы ездим, неисправны. В таком случае мы приезжаем и предлагаем замену счетчика. За проверку деньги мы не берем, меняем сразу на месте. Занимает это минут 20-30, никакой грязи, пыли и всего остального. Обходится поверка счетчиков в среднем 700 рублей за один прибор. Конечно, организация, которая оказывает эту услугу, должна иметь лицензию на право проведения работ. Обязательно проверьте документы. В свою очередь специалисты попросят у вас паспорт и бумаги на счетчики. По итогу работ метролог выдаст свидетельство о пригодности приборов учета. Ксерокопию необходимо отнести в управляющую компанию. Вы можете и вовсе отказаться от поверки счетчиков. Просто сразу устанавливаете новые приборы учета на горячую и холодную воду вместо старых. Так может оказаться даже чуть-чуть выгоднее. К примеру, этот счетчик стоит 590 рублей в обычном магазине сантехники. Может, кто-то найдет еще дешевле. Но только будет вопрос в качестве. После поверки или установки новых счетчиков вызовите из вашего ЖЭО или ТСЖ специалиста. Он запишет показания и поставит пломбы на приборы. Пломбировку производит обслуживающая организация. То есть счетчик замену может производить любая организация, но пломбировку и акт водоэксплуатацию выписывает только обслуживающая организация. Вообще поверку приборов учета горячей воды проводят раз в 4 года. Холодной – раз в 6 лет. Если вы просрочили дату испытаний, то показания не примут, а в кассе сделают начисление по нормативу. К тому же теперь для собственников без приборов учета действуют повышающие коэффициенты. Наталья Ананева, Дмитрий Кан, Олег Королевец. Новосибирские новости. Новосибирские новости запускают новый проект. Если у вас возникла проблема и вы не знаете, куда обратиться, чтобы найти решение, звоните в редакцию. Наши корреспонденты помогут, а вы станете героем акции. «Все просто». Новосибирские новости. «Все просто». «Все по пунктам». «Поможем», «Подскажем», «Покажем». «Полезная информация для вас. Ежедневно, по будням, в удобное время». Новосибирские новости. Утечку хлора сегодня ликвидировали в Бердске. Это была легенда крупных учений. Их совместно провели сотрудники МЧС и полиции, медики и работники железной дороги. И хотя в Бердске нет предприятий, где могло бы это произойти, все сценарии для профессиональных тренировок правдивы. Анна Гурьянова расскажет, как пургой и водой можно нейтрализовать хлор. Взрыв на железной дороге, разрушены пути, цистерны с опасным химическим веществом сошли с рельсов. Первыми на место утечки прибывают пожарные. Они выносят пострадавших из зоны поражения. Ну что, как самочувствие? Ах, плохо. Все плохо, не хочется. Что, болит? Все болит. Первый жалоб, жалоба у пострадавших будет это раздражение верхних дыхательных путей и слизистых. Глаза, рот, нос. Появляется чувство жжения. Кашель. Две тонны хлора попали на землю. Ядовитое облако движется к населенному пункту. Полиция выставляет посты вокруг зоны поражения. Химики берут пробы воздуха. Сильно большая площадь? Без комментариев у нас начальник ответит, если что. Утечку хлора локализуют обычной водой, но ее нужно так много, что к месту аварии подгоняют пожарный поезд. На помощь семи бронзбойтам приходит установка Пурга-5. Пена под давлением способна остановить распространение ядовитого вещества. После обработки места заражения водой и пеной на цистерну с хлором ставят металлическую заплатку. А работники железной дороги тут же восстанавливают пути и ставят вагоны на рельсы. Сценарий учений гиктует сама жизнь. Каждая водная, каждая реальная ситуация, каждая реальная ситуация взята из жизни для того, чтобы отработать еще раз слаженность действий, правильность действий. Учения прошли успешно. Службы получили высокую оценку. Но уже завтра все ведомства приступят к работе над ошибками, к устранению недочетов и к новым тренировкам. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Единая база данных школ города появится к сентябрю этого года. Десятую гимназию, где уже почти полностью заполнили этот контент, сегодня посетил замминистра образования России Александр Повалко. Всего предстоит внести сведения о более чем 150 тысячах учащихся и их родителей, 30 тысячах учителей и оснащений школ. Наличие такой базы должно значительно упростить отчетность педагогов и сократить документооборот. Как уверяют разработчики, любые утечки данных исключены. Полную информацию о ребенке будет хранить защищенный сервер. Все достижения ребенка туда будут заноситься, все достижения педагогического работников. И поэтому, по большому счету, коли это будет общая такая база, имея доступ в эту систему, можно будет посмотреть все то, что касается любого ребенка, который обучается в школе города Новосибирска. Пилотную серию сказочного сериала под названием «Нити Шамбал» и «Легенды Великого Алтая» представили сегодня зрители. Вместе с обычными школьниками в ней снялись и актеры драматических театров Бийска. Станислав Якушевич побывал на премьере. В кинозале все как на настоящей премьере. Цветы, фотосессия, красная дорожка. Но юные актеры уже знают, за этим праздником кино скрываются дни упорной работы. Иногда было очень сложно, потому что дублей надо было делать очень много. Ну сколько, допустим? Ну, допустим, самое максимальное число дублей, которое мы делали, это 17. Ученики разных городских школ сдружились они на съемочной площадке. Для всех это был дебют. Теперь они вспоминают, как поддерживали друг друга, помогали на репетициях. Но были моменты, когда рассчитывать нужно было только на себя. Полина Гусева 6 лет занимается конным спортом. И на лошади ей пришлось скакать без дублера. Был такой момент в фильме, когда надо было громко крикнуть, а лошадь не знала этого места. И просто она встала на дыбы и поскакала в конюшню где-то за километров пять от нас. «Нити шамбалы» – это сказочный сериал. Сюжет каждой серии – одна из легенд народов Горного Алтая. Участвуют в фильме и настоящие шаманы-исказители. Великая природа и причудливый мир легенд помогают юным актерам раскрыть свой потенциал. Нам крайне важно, чтобы многие дети реализовывались. Реализовывались не в виртуальном мире, а реализовывались в реальной жизни. И знакомясь с легендами Алтая, знакомясь с жизнью, с природой, с новым миром, они действительно меняются и становятся немного другими. Прокатные перспективы сериала его создатели пока не рассматривают. Их цель скорее не кинематографический, а социальный проект. В нем школьники с помощью педагогов и психологов ищут свое место в жизни. Станислав Якушевич, Олег Макаров, Новосибирские новости. Новая площадка для мини-футбола может появиться в городе через два года. Уже есть проект, инвесторы и застройщики готовы воплотить план. Приятную новость сегодня сообщил мэр во время встречи с командой «Сибиряк». Пока же клубу приходится проводить матчи в сравнительно небольшом зале Сибстрина, где болельщики вынуждены стоять в проходах. Последнюю игру здесь провели на днях. В борьбе за бронзовые медали чемпионат России среди команд Суперлиги наши футболисты обыграли Тюмени, что интересно, уже второй год подряд. О драматичной игре футболисты «Сибиряка» сегодня рассказали мэру и вместе подвели итоги сезона. Спортсмены называют его одновременно самым головокружительным и самым тяжелым. На мой взгляд, этот год для «Сибиряка» сегодня лучшая в истории, потому что мы вышли в финал Кубка России и мы опять завоевали бронзу чемпионата страны. Но последние игры сезона у футболистов «Сибиряка» прошли сегодня. Профессиональные игроки на домашнем паркете померились силами с болельщиками и сотрудниками СМИ. О том, как это было и о великолепном голе главного тренера «Сибиряка» расскажет Александр Вяткин. Чтобы сохранить хоть какую-то интригу и дать шанс болельщикам и прессе, в каждую команду добавляют по несколько профессиональных футболистов. Играют в формате 5 на 5 по круговой системе. В турнире четыре команды – сотрудники СМИ, руководство и игроки «Сибиряка» и две команды болельщиков. Поиграть с игроками команды, за которые болеешь, то есть, круто. Достаточно хорошо так все организовано, когда распределили игроков-профессионалов, то есть, по командам-любителям, то есть, более-менее уравняли средний уровень команд. Только что закончилась игра между профессиональными футболистами и прессой. Самое сложное было выдержать темп матча. Профессионалы находятся в великолепной форме, и они сумели забить три безответных мяча. Эффектную точку в матче с прессой ставит Евгений Куксеевич. Главный тренер «Сибиряка» пяткой перебрасывает мяч через вратаря соперника. «Наш тренер сегодня просто с хуражей в каком-то, я не знаю, забил сумасшедший гол. Конечно, не без тренерской чутья. Выпустили за 30 секунд, там, или за минуту конца забил прекраснейший, я говорю, гол. Поэтому на данный момент является лидером нашей команды. Гол пропустили». Но этот гол профессиональным футболистам не помеха. Они побеждают в турнире. Бразильский легионер «Сибиряка» Лео Сантана, играющий за болельщиков, помогает команде занять второе место. «Я всегда рады, когда мы играем, они помогают на трибуне. Сейчас я могу помогать, они на площадке». Так новосибирская мини-футбольная команда завершает сезон уже не в первый раз. И через год болельщики и профессиональные игроки вновь померятся силами на паркете. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. О последних событиях слушайте на радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте «Новосибирские новости». Наши коллеги из интернет-редакции выяснили, какой будет «Хоккейная Сибирь» в следующем сезоне. И на этом все. До завтра.